всем привет на это биггоги для тех кто хочет улучшить свои навыки игры в покер как и обещал я сделал работу над ошибками и получилось на такой массивной поэтому могу обещать что выйдет несколько частей ну а вам приятного просмотра и хорошего настроения итак мы открыли туз-4 одномастный в катоффе баттон нас три бетнур а мы заколлировали этот ребят и на этой доске естественно чекаем к префлоп рейзеров солдер рекомендует 3 бетеру ставить практически стопроцентный комбет за редким исключением сайзинг одна треть и как видите наша рука прям однозначно рекомендована в диапазончик рейза туз-3 туз-5 также балансируем это все некоторым количеством топ пар немножко валетов которые у нас есть по префлопу сеты естественно немного гадшотов ну и какие-то бэкдорные блефы в бубной ну вот собственно говоря все играем мы рейс наш оппонент в раздаче сыграл кол однако если посмотреть конкретно на его руку то солдер не сильно согласен он считает что король даму следовало бы отпустить ну поскольку он сыграл кол то и мы проверяем через скол как надо играть дальше и на терни пришла червовая четверка и если мы посмотрим то наша рука около пофиг то есть и пуш плюсовый и чек плюсовый если бы мы запихнули а мы запихнули мы должны были получить примерно колот такого диапазона если бы мы решили сыграть все-таки чек что мне лично в игре не очень нравится то наш оппонент имеет два сайзинга я ему задал треть и пуш на пуш мы с нашей рукой нажимаем кол а также скетчерами через топ пару ну а на сайзинг в треть там начинаются уже дебри потому что мы играем чек кол с нашей рукой и можно дальше смотреть разные ранауты но скорее всего наша рука где нибудь да вскроется а где-нибудь сдаться для упрощения просто пихаем терт как я считаю кстати хотелось заметить что я также смоделировал эту доску и для двух сайзингов на тот случай если наш оппонент ставит не только полпота но и еще имеет опцию ставки в под вот эта симуляция я посмотрел в принципе никакой разницы я просто должен был убедиться что моя рука будет играть также даже если оппонент делит свой диапазон на два сайзинга ну что ж с этой рукой закончили едем дальше диапазон на два сайзинга На большом бланде мы защитили 9-6 одномастные против рейза скотов Естественно мы чекаем И солвер рекомендует Ставить практически весь диапазон Только 20% чеков От некоторых рук Сайзинг полпота я задал Такой же как и сыграл оппонент Смотрим что уже происходит И как видите Я в раздаче сыграл чек кол А вот солвер с этим категорически Не согласен Он говорит что наша рука должна рейзиться Прям каждый раз Ну окей Мы не знали Сыграли кол На терне вышла червовая четверка Был сыгран чек Чек Ривер бубновая двойка И мы героически Блифуем этот ривер Сайзингом в 97 долларов Преимущественно Как и было сыграно В раздаче Так что в этом плане я молодец Однако возвращаясь ко флопу Мы понимаем что чек рейз Гораздо гораздо более выгодное решение Чем кол Итак Как же раздача должна была быть сыграна Мы бы сыграли рейз Наш оппонент в большинстве случаев Нажал бы кол На терне допустим По прежнему четверка Ищем нашу руку Продолжаем ставить И ставим мы 193 в 257 Наш оппонент Снова с какой-то С каким-то диапазоном Преимущественно состоящим Из топ пар Нажал бы кол И на ривере пришла бы Та самая двойка И как я понимаю Да В большинстве случаев Эту самую 9-6 ютед Мы и должны были Затолкать в нашего оппонента А он бы скорее всего Нас закрыл С частью топ пар Как видите На всякий случай Я эту раздачу Разобрал дважды Добавив Дополнительный сайзинг Только по-моему Я ошибся в названиях Сейчас проверим Итак Мы чекаем Да Как видите Я задал оппоненту Два сайзинга Пол пота И пот И хочу посмотреть Как же наша карта Играет Если Наш оппонент Все таки сплитует Свой диапазон Но я на самом деле В этом сильно сомневаюсь Так вот Оказывается Что нет никакой разницы Против маленького сайзинга Пол пота Точнее среднего сайзинга Мы всегда должны Чекрейзить нашу руку Если же оппонент Набрался бы наглости И влепил пот Ничего бы не поменялось Итак Это была ошибка Запоминаем 9-6 ютед Годится для Блев чекрейза И баррелинга Спасибо за внимание Едем дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой Ну это очень важная раздача Самое главное Что эта рука мне продемонстрировала Это тот факт Что я недостаточно Хорошо изучил Игру из ранних позиций Против большого блайнда Сейчас вы поймете К чему я клоню Итак Мы открылись с тузами Получили колот Большого блайнда И наш диапазон Предпочитает Поставить Целиком Все за одну треть Ну Есть 9% Ру Которые мы могли бы Сыграть За крупный сайзик Но честно говоря Я думаю Что надо играть Более упрощенно Как будто бы Мы все ставим За треть Мы должны получать Определенное количество Чекрейзов Аж 15% Преимущественно Доперы Немножко топ пар Сеты Охотненько А также В блеф Полетели всякие Одномастные тузики И вот все Что кружится Вокруг двойки И шестерки Также 6х руки Тоже Чекрейзится В блеф Ну окей Наш оппонент Сыграл кол Суть Это не меняет На терни пришла Интересная карта Двойка Бубновая Наш оппонент Традиционно Чекает И вот тут Начинается Самое интересное Я задал себе Несколько сайзингов 3 четверти И овербет Полтора пота И вот Что же я вижу Сразу видно Что я плохо Изучал эти споты Туз 2 Сьютед Тузы Король 6 Сьютед Часть король Дам Шестерки И Собственно говоря Практически все Очень хотят Ставить на вэлю Полтора пота А блефы Сюда подходят Одномастные Туз 3 Туз 4 Туз 5 И даже Идем выше Типа Туз 7 Туз 8 Всякие валет Дама Дама 9 5-4 Это гадшот То есть Когда я поставил Здесь 3 четверти Выходит Что я Очень даже Прилично Не добрал Посмотрите На разницу Маленький Сайзинг С тузами Зарабатывает 0.088 А крупный 0.891 То есть На самом деле Это Огромная Ошибка Я очень рад Что я сел Разбирать Раздачи И обратил Внимание На то Несоответствие Моего понимания Игры Тому Как Солвер Рекомендует Играть Ну что ж Я поставил В раздаче 3 четверти Оппонент Преимущественно Продолжает Стоп Парами Однако Шестерки С высоким Кикером Тоже Не кидает Немножко Покетов Также колет Изредка Чекрейзи Двойку Но я так понимаю Что Не особо Часто Кол На ривере Пришла Бубнова Восьмерка И тут Уже После чека Оппонента У меня В голове Произошло Некоторое Движение И оно Такое Ну наверное Хотя бы Здесь Надо Овербетить Но Как видим На самом Деле По риверу По такой Линии Солвер Не рвется Использовать Овербет Который Я поставил На самом Деле Итак На ривере Был Овербет С Какими То Парами Наш Оппонент Должен Был Нас Закрывать Это Все Не так Интересно Как Интересно То Как Правильно Нам Следовало Бы Сыграть Нашу Руку Возвращаясь На Терн Мы Выбираем Овербет Ведь У нас Тузы Наш Оппонент Как Вы Видите В основном Продолжает Стоп Парами 6x Немного Также Кол Кол Ривер Все Та же Пресловутая Восьмерка Бубновая Чек И уже Здесь Тузы Могут Себе Позволить Сыграть Овербетом Но Предпочтение Отдается Тем Тузам Которые Блокируют Одномастные Комбинации Туз 2 То есть Червовый Туз И Трефовый Поэтому Чаще Всего Овербет По Риверу Заряжает Тузы Червовый И Трефовый Чуть Реже Те Комбинации Тузов В которых Есть Только Один Блокер Либо Черва Либо Трефа И В таком Случае Мы Имели Право Пойти С этой Рукой Ал Ну Не С нашей Конкретной У нас Только Один Блокер Но Если У нас Были Идеальные Тузы По Мостям Мы Могли Пойти Ал Ин А Наш Оппонент Мучился Бо Мучился Но С чем То Бо Все Равно Ему Пришлось Заколировать Итак Какой Важный Урок Мы Усваиваем На Король Х Досках На Терне У нас Должен Будь Определенный Сплит Диапазона Особенно По Такому Специфическому Ронауту Держим Это В голове И Лучше Изучаем Эти Споты Неплохо Неплохо Разобрали Можно Ехать Дальше Итак В этой Раздаче Мы Открылись С дамами В ранней Позиции Получили 3бет От Баттона И Выдали 4бет Который Был Заколирован Стратегия Нашей Игры Предполагает Примерно 60% Кантбета Да Мы Естественно В первую Очередь Потому что Они Наиболее Уязвимы Мы Поставили Кантбет Наш Оппонент Сыграл Кол На Терне Появилась Бубновая Тройка И Суть Вопроса Была В том Можем Ли Мы Себе Позволить Какое-то Количество Прямых Пушей На этом Терне Итак Как видите 14,5% Рук Играется Пушем И Если Посмотреть То Особое Предпочтение Отдается Именно Дамам Без Пики Как я И предполагал А балансируется Это все Какими-то Рандомными Комбинациями Туз Дам И Туз Короля Дам Туз 5 И Туз 4 Пиковые Но Эти руки Прям Просятся В Пуш А Также Некоторое Количество Королей Чтобы Точно Понять Около 30% Дам Хотят Сыграть Прямым Пушем Дам Без Пики Так Что Розыгрыш Мой Хорош Оппонент Должен Был Нас Закрывать Примерно От Валетов Ну Естественно По Рукам Сильнее Тоже Ну Судя По Хронометражу Видео Мы Уже Приехали И Самое Время Заканчивать Ну Что Ребят На Сегодня Все Если Вам Понравилось Обязательно Лайк Подписка Если Вам Редактор субтитров Корректор А.Кулакова